Фонд «Русский мир» и видеоканал «Первая столица» представляют викторину для интеллектуалов «Памятные даты русского мира». Для участия в ней вам необходимо внимательно посмотреть сюжет и ответить на вопрос по его материалам. Ответ отправить на нашу электронную почту викторина-собачка-mail.ua. Текст письма должен содержать краткую информацию о вас и небольшое фото. Приславшего первый правильный ответ ждет приз от видеоканала «Первая столица». Желаем удачи и приятного просмотра. Победителем предыдущего тура викторины стал Владимир Лобанов. На вопрос, какой согласно формуле потебни и звуков длиннее, первый предударный или заударный звук, он первым дал правильный ответ. Первый предударный. Мы поздравляем Владимира. Его называют городом огней, потому что именно в нем впервые появилось уличное освещение. В этом городе впервые станцевали стриптиз. Первый в мире маршрут общественного транспорта появился именно здесь, еще в 1662 году, по инициативе Блеза Паскаля. Вы уже поняли, о каком городе идет речь? Увидеть Париж или даже одну его фотографию и умереть. Город по праву считается одним большим музеем под открытым небом. И французы всегда очень трепетно оперегали свое наследие. Ради его сохранения действующие сегодня законы затрудняют постройку новых зданий и коммуникаций в центре французской столицы. То ли необычная атмосфера, то ли особое гостеприимство, но Париж влюбляет в себя каждого сюда пришедшего навсегда. Когда 200 лет назад русские части войск антифранцузской коалиции входили в захваченный Париж, город также оставался нетронутым. Любопытно, что в России вообще вот с заграничным походом 13-14 годов, и в частности взятию Парижа, как-то всегда уделяли мало внимания. То есть в центре были события войны 1812 года, Бородинская битва, пожар Москвы. А вот о роли, которую Россия, русская армия и лично император Александр I сыграли в освобождении Европы, вот всегда об этом говорили, писали мало. После разгрома на реке Березине в декабре 1812 года остатки армии Наполеона навсегда покинули территорию Российской империи. Форсировав Неман, Александр I повел войска на Париж. После победы в знаменитой битве народов добить неприятеля союзные армии решили на его земле. В Италии действовало пять армий, Богемская армия, Селесская армия, Северная армия, из Испании член англичан Веллингтона и в Италии действовала Австрийская армия. Так что вот пять армий наступали на Францию и у Наполеона, в общем-то, шансов не было, тем более, что в конце 1813 года, в ноябре 1813 года во Франкфурте союзники выпустили декларацию, в которой сказали, что они сражаются не против Франции, но против Наполеона и хотят принести всем народам Европы и Франции мир, спокойствие и порядок. Верный своей стратегии бить противника по частям, а также отлично ориентирующейся на местности, Наполеон постоянно отбрасывал армии союзников на исходные позиции, несмотря на численный перевес последних. Некоторые историки считают, что вообще вот эта французская кампания, коротенькая, что это, так сказать, апогей Наполеона как полководца, поскольку здесь действительно он какие-то нестандартные решения, принимал ходы, предпринимал, добивался успеха. Но с другой стороны, это уже была борьба обреченного. Почему? Потому что силы коалиции, они многократно превосходили Наполеона. Нужно стремиться кончить войну не военным способом, а политическим. Коснитесь Парижа только пальцем, и колосс Наполеон будет низвергнут. Вы этим сломаете его меч. Эти слова говорил тогда союзникам, ненавидевший Наполеона, корсиканец граф Шарль Андреа Пацо де Барго. К такому же решению подталкивала и информация из французской столицы. Оттуда сообщали, что парижане устали от войны. С целью ввести Наполеона в заблуждение, против него выслали 10-тысячный кавалерийский корпус под командованием генерала Фердинанда Винцингероды. Наполеон нанес ему поражение и одновременно потерял Париж. 17 марта союзные армии достигли города и уже на следующий день штурмом овладели Бельвильскими высотами и Менмартром. Гарнизон города оказал упорное сопротивление, но с потерей господствующих над городом высот был обречен. Взятие Парижа – это финал, можно сказать, наполеоновской эпопеи, хотя после было еще в Атерлоу. Но реально, конечно, это конец наполеоновской эпохи, крах наполеоновской Франции. И то, что было после взятия Парижа 18 марта 1814 года, это как бы как следствие уже поражения, понесенного в борьбе с шестой коалицией. Через несколько дней после капитуляции Парижа Наполеон подписал отречение от престола за себя и своих наследников. Антифранцузские освободительные походы 1812-14 годов можно назвать, пожалуй, наиболее насыщенным и ярким периодом в истории харьковских полков. Так даже число георгиевских кавалеров в полках за этот период так и осталось непревзойденным за все войны 30-летней эпохи Николая I. Поход во Францию в 1814 году памятен для Изюмского полка боем у Сен-Дизье 14 марта. В ожесточенной схватке со знаменитыми конными егерями Наполеоновской гвардии, изюмские гусары во главе с героем Бородино, теперь уже подполковником Лошкаревым, потеряли убитыми и пленными четырех офицеров и 44 рядовых. Когда союзники двинулись на Париж, то они совершили такой очень смелый маневр, потому что практически они к Наполеону повернулись спиной, оставив в качестве прикрытия отряд Венцингероды. И Наполеон атаковал этот отряд, отряд потерпел поражение, но изюмские гусары храбро сложались конными егерями Наполеоновской гвардии, и в память об этом бое им была дана коллективная награда, был такой вид отличия, это ленточки на головные уборы с надписью «За отличие». Зато Чугуевский уланский полк был одним из первых в русских войсках, кто торжественным маршем вступил на парижские мостовые. Накануне взятия французской столицы в жестоком сражении у стен Парижа именно Чугуевские уланы отняли у неприятеля 28 пушек. Они эту батарею взяли, но увезти пушки им было не на чем. Поэтому факт этот известен, но пушки в зачет, взятые в качестве трофея, они не пошли. Харьковский драгунский полк был в это время достаточно далеко, он осаждал город МЭЦ. В отряд, которым командовал полковой шеф Юзефович, помимо харьковцев, входили украинские и донские казаки и два пехотных полка. Крепость МЭЦ сдалась 29 марта, а спустя два дня союзные войска вошли в Париж. Больше всего парижане боялись мести иностранцев. За ту же сожженную Москву. Поэтому, когда на улицах домов появилась прокламация русского царя, обещавшая жителям особое покровительство и защиту, многие из них испытали большое чувство облегчения. Но приветствовали союзников далеко не все жители Парижа. И наш известный историк Михайловский Данилевский, который ездил вот в первые дни по Парижу, наблюдая, как в разных районах, по-разному, жители реагировали на появление союзников. В основном, это, так сказать, аристократическая публика, настроенная пророялистски. И она приветствовала вступление союзных монархов в Париж. А народ попроще, да, они более настороженно ко всему этому отнеслись. Там было немало и симпатиков императора. Молодые русские офицеры с удовольствием принимались в аристократических кругах Парижа. Годальные салоны, рестораны и, конечно же, игральные дома. Яркие французские вывески парижских заведений не могли оставить равнодушным даже самого стойкого солдата. Денег они там тратили прилично. Даже генерал Милорадович, убитый впоследствии декабристами, выпросил у государя жалование за три года и все проиграл. Но и в самом Париже для русских офицеров не было проблемы найти денег. Банкиры выдавали суды по записке от командира части, в которой сообщалось, что податель – человек чести. Человеком чести в итоге оказался генерал-фельдмаршал Воронцов, который, когда войска окончательно покидали город на сене, из своего кармана оплатил все долги русских офицеров. А вот экзотику в историю французской столицы тех лет вписали русские казаки. Донские и уральские станичники виделись парижанам не слишком утонченными и деликатными. Но не таким страшным оказался казак, как его молевали. Ну, чем публику привлекали казаки? Во-первых, пропаганда в свое время наполеоновская, она много потрудилась, создавая образ таких диких варваров, свирепых, чуть ли не людоедов. И когда французы увидели реальных казаков, то понятно, что интерес был велик, тем более, что реальный образ расходился с пропагандистским клише. Нет, конечно, случалось, что не наносили некоторый ущерб. Например, по свидетельству современника, взламывали паркеты, чтобы растапливать свои полевые кухни на Елисейских полях. Или в пригородном дворце Фонтебло казаки переловили и съели всех карпов, огромных по полтора метра, которых разводили там веками. Во время своего пребывания во французской столице русские кавалеристы превратили берега сены в пляжную зону. Водные процедуры принимали, как на родном дону. И этим, конечно же, привлекали немалое внимание местных. Но, тем не менее, в Париже не пострадало ни одно здание, и никто из парижан не испытывал притеснений. По распоряжению Александра I мародерства и грабежи жестоко пресекались. Момент второй, который отмечают современники казаки, вели себя в отношении с населением Парижа гораздо более раскованно, чем, например, солдаты армейские. И имели, как пишут, большой успех у простолюдинок особенно. Казаки оказались не слишком галантными кавалерами. По медвежьи тискали ручки парижанок, объедались мороженым у тартани на бульваре итальянцев и наступали на ноги посетителям Лувра. Хотя популярностью дам простого происхождения бравые вояки все же пользовались. Ведь парижанки, как писал Анаредо Бальзак, когда действительно влюбляются, отдаются чувству с большим самоцебвением, чем другие женщины. Через два месяца основные русские части оставили Париж, увезя с собой массу впечатлений, которые послужили для небывалого доселе числа мемуаров. Вежливые завоеватели – так назвали впоследствии русских француза. На Вандомской площади сам русский император спас от разрушения колонну со статуей Наполеона, а на Остерлицком мосту запретил снимать памятную надпись о победе великого корсиканца. Правда, верил дописать, что русский император со своей армией прошелся по этому мосту. Когда один француз поблагодарил Александра I за освобождение, тот тактично ответил, «Я бы пришел раньше, но храбрость ваших солдат помешала мне это сделать». Это был один из тех примеров в истории, когда судьба народа зависела от него самого, а не от властных амбиций правителей. Внимание, вопрос. В каком году был открыт Московский художественно-общедоступный театр, который основал Станиславский?